Спорт – важное занятие для современного человека, лишенного зачастую физического труда. Физкультура помогает поддерживать здоровье, тренирует силу воли. А еще для подрастающего поколения – это возможность направить свою энергию в мирное русло, стать сильным и способным защищать слабых. При Свято-Никольском монастыре Саратова проходят занятия по самбо и дзюдо. Тренировки ведет настоятель обители. Подробнее о проекте расскажут наши коллеги. Иногда люди спорят о совместимости христианства и спорта. Одни утверждают, что в здоровом теле здоровый дух, так что ничто не мешает христианину быть спортсменом. Другие говорят, что любой спорт – это страстное, по сути, своею увлечение, уводящее человека в сторону от духовного развития. Настоятель Свято-Никольского мужского монастыря Саратова игумен Никон Поляков считает, что правильный путь срединный, и спорт в жизни человека, особенно подростка, в какой-то мере необходим. Сам отец Никон с 11 лет занимается самбо и дзюдо. Тренировался в московском клубе самбо имени Харлампиева. Он мастер спорта СССР по самбо, а позднее стал мастером спорта Российской Федерации под дзюдо. В 1995 году спортсмен поступил в Московский государственный педагогический университет, а в 2001-м неожиданно для многих принял монашество. Большой спорт для него закончился, однако спорт, как средство общеукрепляющее, остается в жизни отца Никона и по сей день. В цокольном этаже здания Свято-Никольского мужского монастыря группа мальчишек от 10 до 17 лет. Заметно, что они чувствуют себя как дома. На занятия по самбо, дзюдо и крикоримской борьбе можно ходить каждый вечер. Кто-то приходит на тренировку пораньше, чтобы немного побыть в монастырском храме. И это ребята, которые раньше и понятия не имели о Боге и святых. Многие, знаете, не знали даже, как креститься. Здесь, конечно, другая атмосфера в храме, нежели в спортивных залах. Дети там приобщаются к ве. Импровизированный мини-футбол для разминки. Команда, которой забили гол, дружно отжимается от пола. Хорошенько разогрев мышцы, все приступают к занятиям. Отец Никон рассказывает, что создал этот клуб пять лет назад. Задумывался он не только для ребят, которые ходят в храм. Очень хотелось привлечь и мальчишек с улицы, дать им возможность проводить свободное время с пользой. Я не стараюсь всех поголовно воцерковить. Я считаю, что человек хотя бы должен научиться чему-то. По методу, не знаю, как это. Это высоко, наверное, больно. Николай Японский, например, когда он в Японии свою миссию принимал, он принимал и японцев, и даже без всяких условий того, что они принимают православие. Он их просто обучал, просто помогал им в этой жизни выживать. А сами японцы, видя хорошее к нему отношение, доброе, они уже проникали в северы. Основная масса ребят посещает эти тренировки вот уже пять лет, с самого момента основания спортклуба при монастыре. Благодаря тому, что я стал заниматься в храме, я стал чаще в храме бывать. Хожу четыре года. Мне нравится заниматься уже, общение с ребятами уже четыре года все-таки. И как бы друзья получают настоящие, не то что, где-нибудь на улице. Мне нравятся занятия при монастыре, потому что эти занятия полезны не только физически, но и духовно. Общаюсь я со своими друзьями такой же верой, как и я. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!